Здравствуйте, уважаемые председатели, члены комиссии. Позвольте представить, я студентка 4-го курса медико-педагогического факультета Ташкентского педиатрического медицинского института Тушнголова-Хиллова. Разрешите представить вам нашу научную работу на тему изучения особенностей остеартрита при коморбидном состоянии. Актуальность, значительное увеличение частоты остеартрита обусловлено прежде всего быстрым старением популяции и пандемией ожирения. Поэтому остеартрит в настоящее время становится одной из основных проблем здравоохранения практически во всех странах. Встречаемость остеартрита достигает 57%, причем существенно увеличивается и затраты на лечение. Болезни костно-мышечной системы, где большую долю составляют больные с остеартритом, являются третьей по чистоте причины – инвалидизации населения, вследствие за сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологической патологией. Целью нашего исследования являлось изучить коморбидность и болевой синдром у больных с остеартритом. Задача – выделить больных с остеартритом и провести опросник среди больных. Материалы метода исследования. Было проведено поперечно-когордное исследование, в которое было включено 72 пациентов с остеартритом тазобедренного или коленного сустава, которые находились в научно-исследовательской центре терапии и медицинской реабилитации в отделении терапии. Было проведено анкетирование, статический анализ было проведено по критерию студента. Результаты. Пациенты с остеартритом часто страдают с сопутствующими заболеваниями. Наиболее распространенными состояниями в этой популяции остеартрита были сердечные заболевания. 54% составлял заболевания глаз, ушей, носа, горла и гортани 96%. Урогенитальные заболевания 44%. Эндокринные заболевания и заболевания обменов веществ 46%. Средний балл для физического функционирования составлял 45,15% для области физического функционирования СФ36 и 61,01% для области физического функционирования в умах. Среднее количество секунд для теста ходьбы на 10 метров во время составляло 10,36%. Средняя оценка боли составляла 4,81%. Почти все пациенты, 98% страдали одним или нескольким сопутствующим заболеванием, а 84% следуемой популяции страдали одним или нескольким сопутствующим заболеванием средней или тяжелой степени. Подводя итогом, можно сделать выводы. Необходимы более научные знания о влиянии этих факторов, и эти аспекты следует уточнить в дальнейших исследованиях. Это исследование подчеркивает важность сопутствующей патологии в реабилитации пациентов со стеартритом бедра или колена. Практикующие врачи должны знать о взаимосвязи коморбидности с функциональными проблемами у пациентов со стеартритом. Таким образом, коморбидность составляла лишь небольшой процент дисперсии и поэтому не может рассматриваться как единственный важный аспект у пациентов, который может способствовать ограничению активности и боли. Ожидается, что другие аспекты, связанные со старением, такие как физические нарушения и когнитивные нарушения, а также социальные сети и психосоциальные перемены, будут играть важную роль в ограничении активности и боли у пациентов с тазобедренной или коленной остеартритом. Спасибо за внимание.